Одна из машин дымилась. Внутри я заметил женщину. Одного из молодых людей мы спустили в салон. Я держал его за ноги. На учете в ювенальной полиции состоят люди разных категорий. Внутри я выехал рано утром. На своей машине я спешил на собрание. Как вдруг на перекрестке увидел столкновение сразу трех автомобилей. Одна из машин дымилась. Промелькнула страшная мысль. А вдруг она взорвется. Я остановился, открыл дверь и быстро побежал к месту происшествия. Машина посередине оказалась перевернута. Внутри я заметил женщину. Я вытащил ее через окно. Нашел безопасное место и оставил ее там. Я работаю в магазине неподалеку. Услышав сильный удар, да не один, я вышел на улицу. Увидел, как плачут две девочки. Рядом с машиной перевернулся джип. А из второго разбитого авто вышел мальчик. Лет четырех. Автомобиль вот здесь лежал. Сзади ударилась еще и третья машина. Там были двое детей. Один на вид школьник, а второй, кажется, в садик ходит. К счастью, они не пострадали. Я видел, как этот парень, майор, ходит и помогает всем. Автомобиль перевернулся и лежал на одном боку. На помощь пришли двое мужчин. Одного из молодых людей мы спустили в салон. Я держал его за ноги. Он повернул ключ и заглушил машину, потому что мог случиться пожар. Скорая приехала быстро, а потом подоспела и патрульная полиция. Мне можно было уже ехать по своим делам. Мой сын даже не стал хвастаться перед нами. Он ничего не сказал. Такой уж у него характер. Считает, что это обязанность каждого человека. Любой должен помочь в такой ситуации, кто бы это ни был. Майор полиции Бахыт Абдрахманов работает в управлении внутренних дел с 2005 года. За время работы показывал себя только с хорошей стороны. Он ответственный и очень активный. Пример для остальных сотрудников. У него много достижений. Сейчас работаю старшим участковым инспектором в ювенальной полиции Талдыкургана. Мы следим за тем, чтобы дети не совершали преступлений. Очень тесно сотрудничаем со всеми центрами образования и школами. Мы следим за тем, что в библии. Мы следим за тем, что в ювенальная полиция тоже был проръем. На учете в ювенальной полиции состоят люди разных категорий. Например, есть те, кто плохо справляется с воспитанием детей. В основном это неблагополучные семьи, в которых родители выпивают. Такие, естественно, у нас на контроле. Мы часто проводим с ними беседы. Мы часто проводим с ними беседы, но мы часто проводим с ними беседы. Мы часто проводим с ними беседы. Можно взять вени и победить, хотя это можно сделать, правильно? С вени и вени тоже можно полки не выбрать. Вени, пожалуйста. Если это будет продолжаться, и родители и дальше не будут заниматься своими детьми, то за дело берется специальная комиссия по защите прав ребенка. Здесь уже собираются документы и решается вопрос о лишении родительских прав. Я знаю Бакыта уже 6 лет. Мы общаемся не только по работе, он хороший парень, добрый. Бакыта занимался боксом. Он со школы хотел быть полицейским и готовился к этому. Это был их выбор, и мы не были против. Каждый должен заниматься тем, к чему лежит его душа. Это было 17 лет тому назад. Мы учились в нашем университете в Талтикурганском ЖГУ. Я училась на физмате, он учился физкультурой и спорт. Был концерт. После концерта нас познакомили друзья. Вот 25 сентября у нас 15 лет совместной жизни, хрустальная свадьба. В свободное от работы время я беру жену, детей, и мы едем за город или в парк идем, подышать свежим воздухом. Для здоровья очень полезно. За городом есть любимые места – речки. Там мы можем порыбачить и отдохнуть. Сентября прошлого года у нас в городе в двух школах появились кадетские классы. Один в средней школе номер 14, а второй – вот в этой школе, 18-й. Наши полицейские часто общаются не только с кадетами, но и с ребятами из разных школ. Есть запланированные и незапланированные встречи. Мы стараемся поднимать разные темы. Например, правонарушение, закон и безопасность. Просим детей быть внимательнее. Конечно, есть такие дети, которые сами совершают противоправные действия. Мы их ставим на учет, стараемся с ними разговаривать. Предлагаем ходить на разные кружки, в спортивные секции. Ну и родителям предлагаем помощь. Я чувствую свою ответственность за будущее молодежи. Мы все-таки принимаем участие в их жизни, воспитании. Главное – все правильно им объяснять, чтобы они не попадали в неприятности, а напротив, стремились к правильным знаниям.